Ну что ж, дорогие мои любимые зрители, подписосы, подписоси хи, подписосы чи, сегодня у нас наша с вами любимая рубрика «Диалоги с отребьем», и сегодня у нас отребье от мира, так сказать, мамкиного феминизма. И нужно сразу пояснить, давайте поясним сперва на вот этот вот один и тот же, по сути, но в разное время, видимо, разными людьми написаны комментарии. Да, прежде всего, я категорически за весь движ, который касается реальных проблем женщин, которых не берут на работу по причине баба, которых, не знаю, типа лапают в общественном транспорте, и там вот какой-то хуйней там домогательства бьют в семье, то есть действительно реальные какие-то проблемы. С этим бороться, это святое великое дело, категорически одобряю, поддерживаю, и всегда за. Но проблема того, что тебе кто-то в интернетике пишет, блядь, «Ой, я, блядь, бедная и несчастная». Типа, фу, ну в смысле, да, вот проблема женская такая. Бедная и несчастная, кто-то мне в интернете написал, типа, какой-то комментарий по поводу моей внешности. Или даже такая проблема, мои родственники сказали мне, будь девочкой, ты же девочка. Эта проблема хуйня и говно. И высказывая эту проблему, госпожа Ненежная позорит абсолютно все то охуенное, и это была главная мысль моего видоса касательно реакции на этот ее клип, позорит все то крутое, что в музыке сделали женщины, именно в том числе в музыке феминистического какого-то направления. Весь просто абсолютно движ, весь панк, все доказательства того, что женщина ничем не хуже мужчин, бла-бла-бла и так далее, и что они делают крутую, способны делать крутое музло. То есть просто, ну как бы она вот на это все насрала, сделав абсолютно музыкально, во-первых, даже если абстрагироваться от посыла, музыкальный кал, но еще и кал по посылу. И все феминистки, настоящие, должны согласиться со мной, сказать, что пиздец, просто тупая пизда опозорила всех женщин, всех нас, весь наш движ, и, блядь, Моисей, красава, типа, ты хоть и хуй и мразь, но, типа, мы тебя поддерживаем в этом плане. То есть примерно так. Так вот, и здесь, собственно, какие-то вот уважаемые девчули, у которых, да, бедная, несчастная у них проблема, что, блядь, еще раз, негров в Африке продают в рабство до сих пор, типа, людей продают просто в рабство, на органы, на кожу. Я про это уже просто рассказал, я еще раз повторю. В Монголии люди в нелегальных шахтах по 50 лет добывают уголь, потому что у них запрещено добывать уголь, типа, из-за выбросов, из-за какой-то хуйни. Они топят свои юрты и живут в этих юртах всю жизнь коровьим говном. Вот, блядь, где-то кто-то умирает от голода, диарея от какой-то хуйни. Вот это, блядь, просто то, чем вот вы сейчас, что вы мне, блядь, показываете, это просто такая хуйня, такой бред сивой коровы, просто, что вообще смешно об этом говорить. Если ты стройная и красивая, поддерживать феминизм уже незаконно. Поддерживать феминизм — это прекрасно. Но поддерживать нытье какой-то, блядь, просто малолетней пизды по поводу того, что «ээ, мне написали в интернете комментарий, что я зырная, блядь», это проблема не феминизма, это проблема комментариев, блядь. Это проблема, сука, вообще всех. Мне, долбоёбы, пишут хуйню постоянно... Вот, например, прошу прощения. Мне, долбоёбы, всегда, постоянно пишут хуйню. Я взял псевдоним, сука, Моисей Великанов. Как думаете, сколько раз до меня доебались, написали мне «жидёнок», блядь, там, типа, еврейская, блядь, жидовская подстилка. Я, блядь, даже не еврей, сука. Сколько раз... Вот до меня доебутся, что за ебло, что за пизда под носом у тебя усы не побрил, блядь, что за уёбичные волосы, что за хуёвая, блядь, футболка. Постоянно до всех доебываются. Это проблема не феминизма. То есть, во-первых, это вообще просто информационный шум, фон и абсолютно бессмысленная хуйня. И что о ней говорить? Ну, блядь, ну, пиздят люди хуйню, ну и всё, ладно, нормально. Люди с этим живут. Все блогеры, блядь, просто живут с этой... С тем, что им постоянно кто-то где-то про них говорит что-то хуёвое. Это абсолютно вообще не повод. Вообще не для чего. Даже, блядь, для шевеления хотя бы пальцем в сторону того, чтобы там что-то подумать на тему того, что, боже, это какая-то проблема. Поэтому именно вот главной проблемой, ненежная, будучи, сука, при этом, очевидно, последовавшей, как бы, всем вот этим навязанным стереотипом о женщине девушкой, она это ставит как первую проблему. Она с этого начинает свой ролик. То есть, ещё раз. Вот что такое, вот, ну, смотрите, есть представление о женщине. То есть, она должна быть ухоженной, красивой, милой, стройной, спортивной, бла-бла-бла. Она ненежная, абсолютно соответствует всем этим стереотипам. То есть, она, типа, ну, как бы, я ей говорю, ты же девочка, ну, она говорит, ну, да, блядь. И поэтому, ну, может поэтому, может не поэтому, я не знаю. Так или иначе, она этим всем, как бы, требованиям соответствует. То есть, она отличный такой, получается, вот, смотрите, с эксплотейшн, то есть, очень миловидная, накрашенная, подтянутая. Всё просто вообще баба загляденья, что называется, да? И при этом, это, это нихуя не её война, нихуя не её проблема. У неё не выбриты виски, она не подстриглась на лысо. Она, у неё наверняка идеальные голые подмышки и на пизде не волосика, потому что она каждую, сука, неделю ходит в салон и всё там себе отщипывает. Если бы вот эта госпожа, как бы, ну, там, хоть я бы ещё понял, да, возмущалась на эту тему, но в её случае, ой, блядь, серьёзно? Да, бедная ты несчастная, тебе пишут, что тебе пишут? Ах ты, какая тварь, слишком ты, блядь, хороша, типа, так тебе пишут? Бедная маленькая несчастная нежный редактор. То есть проблема, поставленная в этом ролике, это просто абсолютная хуйня. Как там? Это абсолютная хуйня. Блин, я хочу найти этот прекрасный видеоролик и интегрировать его в свою реакцию, просто потому что, ну, так сказать, выказать уважение таким, трибьют такой сделать. Потому что это прекрасно абсолютно. Это абсолютная хуйня. Вот, то есть просто какая интонация, как всё чудесно. Так вот, ответили на два, значит, комментария одинаковых по посылу. И давайте посмотрим на остальные комментарии к данному кролику. Кролику, давайте посмотрим. Кролику. Вот. Мужчина судит о феминизме, что может быть ещё смешнее? Девять лайков. Действительно, блядь, женщина судит о патриархате. Да, что может быть, блядь, ещё смешнее? Женщина судит... Ну, я могу так сказать. Женщина судит о... Типа, знаешь, что ещё может быть смешнее? Баба, соответствующая всем женским стереотипам, которая говорит о том, что как же плохо, что доёбываются и заставляют следовать стереотипам. Вот что, блядь, может быть смешнее. Клип, блядь, ненежный. Вот что смешнее. Ты, 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 блядь, воплощение всех стереотипов о стереотипной цисгендерной женщине возмущаешься, что, блядь, тебе говорят... Что ещё раз там? Какой там текст? Блин, ну-ка, секундочку. Не нежная... Не нежная... Оргазм. Я найду именно текст. И прочитаю. То есть, смотрите. С... Как там, давайте. Нет, значит, нет. Ты чего такая худая? Блядь! Сука! А, ну да, вот. Ты чего такая худая? Кожа за костя. Следи, тебе... То есть, ты же следишь за собой, блядь, больше всех, кто у тебя в клипе. И возмущаешься, что до тебя, типа, доёбываются, следи за собой хоть чуть-чуть. Этот слишком закрытый, тот слишком вульгарный. Типа, бла-бла-бла. Подстригись, ты с этой прической похожа на парня. Ты, блядь, со своей прической, вот с этой, похожа просто на... Мечту любого анониста, блядь, который уже бежит подписываться на твои инстаграмы и поёшь, что подстригись... Блядь, типа, ну, не верю я, блядь, понимаете? Это как, вот, представьте, я выйду такой и начну, типа, я увезу тебя на восток со мной заниматься, там, ты будешь моей пятой женой. Я буду об этом петь, да? Вы что скажете? Ты охуел, долбоёб, урус, блядь, чё-то хуйня какой-то, блядь, чё-то строишь из себя, блядь. Чё за пиз... Типа, ты чё несёшь? Вот здесь то же самое, я ей не верю, понимаете? Вы мне не верите же, блядь? Или я начну, я, блядь, вот, я супер-суровый, блядь, викинг, я, блядь, всем дам пизды, я, блядь, просто качок-монстр. У, блядь, там, ну, типа, я в качалке каждый день, мы тут флексим, нам не лень, я качаю, я железо, да, я на спорте, я пацан. То есть, если вы над этим разве что посмеётесь, блядь, никто не будет на полном серьёзе воспринимать эту хуйню от меня. Или, типа, вот здесь проблема именно в этом же. Понимаете? Хорошо. Мой этот клип не про мужчин, он не для вас, нам похуй на вас. Дорогая Марина Бондаренко, эта реакция тоже снята не для женщин. Мне похуй на вас, типа. Ну, в смысле, не для феминисток. То есть, я музыкальный критик, я даже подписал название ролика. Не реакция, не смотрим, а музыкальный критик. Это первые два слова в начале. Я, блядь, критикую продукт, музыку, клип, там, текст, всю хуйню вот эту. Мне, блядь, я, вот, вот, вот это меня волнует. Это, типа, либо пиздато, либо нет. И я говорю, это хуйня. Я даже ничего не имею против... Даже, то есть, ладно, если отбросить, что мне не нравится посыл, тут не совпадение посыла с музлом. И музло тоже кал, на самом деле. Еще раз, здесь, возможно, в этом клипе шикарно работали, там, гримерши какие-нибудь, костюмерши. Или, там, какие-нибудь звукорежиссерессы, да, которые, может быть, делали этот бит. Хотя мы видели в субтитрах в конце, что, ну, типа, всю мужскую хуйню делали пацаны, всю бабскую бабу. Типа, ну, окей, блядь, охуенный клип про феминизм. Прикольно, классно, здорово. Лицемерие, чистой воды, разве нет? И, собственно, проблема в том, что это кал. Вот в чем проблема. Так, тут должно быть не без моего ответа. Я случайно смотрю без моего ответа. Нет, я там отвечал. Типа, сейчас найдем, там самое классное. Самый классный там был какой-то, там была огромная ветка какого-то срача прям такого длинного. И в нем было самое интересное. Вот, Хаджиме-солдат, Хаджиме-солдат, если ты не знал, то феминизм не учитывает ваше мнение. Он о женских проблемах. И ты их никогда не поймешь, поэтому оценив, насколько это фигня, тупое занятие. Ну, так можно оправдать абсолютно любую хуйню. Например, я высрал просто, ну, смотрите, я взял бит, вот этот с 808 хай-хетом. Я выпускаю песню и называю ее, типа, допустим, как-нибудь я ее называю. Ну, то есть, вот, короче, я как-то ее называю и определяю таким образом свою целевую аудиторию какую-нибудь узкую. То есть, ну, кто это будет? Давайте. Песня для, ну, типа, за права сантехников, не знаю, что-нибудь такое, да, допустим. То есть, и вот она будет такая. Вот, и, в общем, так будет где-то примерно 10 минут. И я скажу, это, блядь, вот, там, ну, или не за сантехников, не знаю, ну, там, это вот наша борьба, ну, или, там, капрофилов, капрофилов, гимн капрофилов, там, гимн пердунов, например, да. И ко мне будут приходить, там, типа, типа, блядь, ну, чуваки, которые просто, допустим, кому-то задонатили, типа, оцени вот этот пиздец. Он такой, бля, пиздец, угар, хуйня. Чувак пердит просто. А я приду к нему, и у него в комментах напишу, это вообще-то, если ты не знал, то это сделано не для тебя и не для таких, как ты. И твое мнение пердизом наше движение не учитывает. Блядь, ты никогда не поймешь проблемы людей, которые хотят, блядь, пердеть в общественном транспорте, не знаю, там, что-нибудь такое, какой-нибудь пердизом. Как вам такое движение? Мужики, пердизом, женщины тоже, пердизом, давайте, мы вот за пердунов. Ты никогда не поймешь, и поэтому надо, то есть, что, блядь, вообще, что, и 27 лайков, что за хуйню ты вообще? Я даже не понял, что это, блядь. Оценивать, насколько это фигня, схуя ли оценивать, насколько это фигня, тупое занятие. Охуенное занятие, мне за него заплатили, как бы, блядь, типа, на Моисей, там, типа, не помню, сотку, две, типа, оцени клип. Я, блядь, еще раз, музыкальный критик, мне платят за то, чтобы я оценивал музыку. Все, что за тупое занятие? Тупое занятие, это, блядь, вот твой комментарий, блядь, написать и сраться, блядь, с троллями у меня в комментах. Вот это максимально тупое занятие, а вот это, блядь, это охуенное занятие. Это, блядь, я живу на это. Алло. Так вот, типа, блядь, то есть, пиздит про свое мнение и, типа, не понимает, ну, ты же, блядь, высказываешь тут мнение. Я ровно так же срал на твое мнение, если что, Хаджиме-солдат. Но это не самое смешное. Какие у тебя проблемы, дура 15-летняя? Ну, я не стал лайкать, не одобряю, как бы, такой, все-таки, агрессивный наезд, но, конечно, забавно. Феминизм был про равенство. Есть даже, да, такое мнение, что сейчас у женщин, ну, тут спорно, то есть, на самом деле, по-своему, хуёво всем, типа, надо понимать. И это, мне кажется, вообще проблемы, типа, как и феминизма, так и, наоборот, типа, там, каких-нибудь мужских движений в том, что и то, и другое, это проблемы нищих, на самом деле. И это все, мне кажется, отвлекает нас с вами от действительно важных, скажем так, проблем, разъединяет общество и, ну, что-то в этом роде. То есть, типа, каждый угорел по какой-то просто полной лютой хуйне, все друг с другом струтся, все воюют, блядь, не понимая, что, как бы, что все это абсолютная поебистика. И на самом деле, хуёво и женщинам, ну, в России, по крайней мере, типа, в чём-то хуёво женщинам, в чём-то хуёво мужчинам. И нам надо, блядь, вместе, скажем так, бороться с теми, кто действительно виноват. Да. Ну, я уж дальше не буду уточнять. Так, значит, расскажите о ваших проблемах. Иди проспись обиженный. Кто тут идиот, если ты не можешь... Ну, короче, ладно. У неё там дальше было очень смешно, какой-то коммент, типа, во, вот это, то есть, вот в чём её проблема. Что ты хочешь поменять в нашем обществе? То есть, вот спрашивают, что, в чём твоя проблема? Я хочу отойти от образа идеальной женщины. То есть, проблема госпожи Хаджиме-Солдат в том, что кто-то, типа, вот в этом проблема, понимаете? Что ей не дают отойти от образа идеальной женщины, и кто-то ей, типа, навязывает, что она обязана готовить убираться, быть скромной, родить и должна быть чистой. Блядь, да не будь, сука, не будь, не готовь, не убирайся, будь не скромной, не рожать, да всем похуй, на здоровье. Я просто тебя ебать не буду, пошла ты нахуй, но в целом, да всем на тебя насрать. Кто тебе, блядь, в России тебе это кто-то запрещает, блядь? Кто, кроме твоей мамки, тебе ебёт мозги этой хуйнёй? Ты чё, тупая, блядь, вообще, что ли? Хочу, чтобы перестали обвинять жертв насилия. Хорошо. Только при чём здесь феминизм? Это, блядь, victim blaming, это проблема не феминизма. Это проблема, блядь, ну, короче, она, да, может быть, остро стоит там довольно у жертв насилия, но это вообще проблема всех. То есть жертв вообще, типа, ну, обвинение жертвы, это и с мужчинами может быть. Типа, сам виноват, что, не знаю, нарвался на толпу там каких-нибудь бандитов, попросил их, не знаю, не курить, типа, вот, то есть. Victim blaming, это не проблема женщин, не проблема феминизма. Девушка была, бла-бла-бла. Хочу, чтобы парни перестали объективизировать женщин. А вот, блядь, я был, вот, я выступал со своим братом на концерте. Я хочу, блядь, чтобы вы перестали нас объективизировать, нахуй. А, блядь, как вам такое? Потому что, уж, блядь, поверьте, типа, вот как только женщины перестанут, типа, особенно вот возраста вот этой комментаторши, развешивать у себя постеры с голым, блядь, Джонни Деппом, нахуй, над кроватью, слушать всякие группы попсовые, которые им нравятся исключительно из-за того, какой симпатичный няша этот вокалист, перестанут просто, ну, брат снял футболку на концерте, зал, а-а-а, блядь, визги поросячьи, пиздец. Вот когда, вот вы тоже перестаньте, ёпта, объективизировать. Перестаньте всех объективизировать, хуя ли только женщин. Меня не объективизируйте, меня не доебывайте тем, что я как-то не так выгляжу. Это, блядь, проблема не женщин, не феминизма, это проблема вообще, всеобщая. Нетерпимости к неприятной тебе или ненравящейся тебе какой-то наружности. Это вообще всеобщая проблема. То есть две проблемы нормальные, но не женские, и одна проблема дебильная просто. То есть вот как, ну, я понимаю, почему ты, как бы, почему у тебя 27 лайков, и почему эти же люди поставили мне дизлайк. То есть это не нежная, она поет о твоих дебильных проблемах. И тебе это нравится. А я говорю, это дебильные проблемы, и ты тоже дебилка, что загоняешься по этой хуйне. Вместо того, чтобы, блядь, не знаю, пойти, ну, просто, блядь, ну, не будь какой, будь какой хочешь, не готовь, не убирайся, блядь, просто пойди, устройся на работу, разбогатей. Если тебя кто-то не возьмет на работу по причине того, что ты женщина, я первым, блядь, буду с этим человеком воевать вообще, сражаться и вся хуйня. Просто все, ну, иди. Хоть, если ты сама независимая, там, какая-то такая, ну, все, просто сама работай, сама разбогатей, будь независимой, не рожай и так далее. Ну, будь просто ячейкой общества. Если тебя кормят родители, хуй соси, блядь, слушай, что говорят родители. Если тебя, блядь, кормит парень, ну, блядь, иди нахуй, схуя ли он должен терпеть то, что ты пизда, блядь. Ну, то есть, может быть, ты найдешь себе такого, которому это все нравится, ну, блядь, тогда не выебывайся, типа, найди, живи с ним, и не выебывайся, что мне на это насрать. Мне нахуй не нужна. Я хочу, я, блядь, просто анальный пидорас, патриархатор, мразь вообще просто, чтоб, блядь, баба на кухне, блядь, готовила, убирала, хуй сосала и так далее. Блядь, и я при этом понимаю, что для того, чтобы такую найти, мне тоже надо соответствовать. То есть, мне надо, чтобы она еще и была ухоженная, пиздатая, симпатичная, сиськи, жопа, блядь, и так далее. То есть, типа, товар-купец тут двусторонняя такая хуйня. Чтобы мне еще найти себе такое счастье, мне еще тоже надо кем-то быть. Мне тоже надо чему-то соответствовать. Мне надо, блядь, хуярить, зарабатывать, не знаю, там, и так далее. То есть, соответствовать каким-то ее стереотипам, пожеланиям, соответственно, о мужчине и так далее. То есть, ну, окей. Почему? Схуя ли я, например, или подобные там мне? Ну, я, кстати, может быть, я даже не такой. Я говорю, просто я в эту роль как бы вступаю и вот от нее отскакиваю. Схуя ли приверженцы патриархата и женщины тоже, которые, блядь, ну, являются приверженками вот этого всего. И им охуенно нравится, она вот больше всего на свете мечтает, блядь, выйти замуж, готовить убираться и родить трех детей, блядь. И заниматься попутно виктимблеймингом и хочет, чтобы ее объективизировали. Схуя ли, блядь, я должен, типа, ну, вообще перестать объективизировать, объективизировать... Блядь, это она неправильно написала или объективизировать она написала, ебать? Объективизировать. Я вот, слушайте, если я хоть что-то понимаю, это неправильно. Объективировать, наверное, или объективизизировать, блядь, ну, точно не объективизировать. Хотя женщины, у них же свой феминистический алфавит, как бы... Хочу это... Да отходи, блядь, кто тебе не дает отходить? То есть вот в этом, собственно, и был посыл. Ваши проблемы полная хуйня, вы, блядь, боретесь с какой-то поебенью. И к тому же эта песня кал. Вот в чем была мысль моей реакции, если очень коротко. И комментарии, я их не буду удалять, наверное, даже. Зачем? Вы это подтверждаете. Вы реально, блядь, вот подтверждаете, ну, то, что я сказал. Вот, спасибо, блядь, за просмотр. Надеюсь, было весело и интересно. Еще раз. Дорогие именно феминистки, настоящие, не вот эти пизды, которые вас позорят, блядь. Которые позорят весь ваш движ и просто, блядь, из-за которых вас считают, блядь, дурами, конченными. Дорогие феминистки, я с вами, блядь, я, нахуй, за ваш движ полностью и, типа, не знаю, блядь, типа, нет, я нихуя не буду помогать, потому что мне себе сперва надо помочь. Но, собственно, ну, короче, блядь, знаете, что я где-то здесь все равно за вас. Может, если какой-нибудь мелочью, какой-нибудь репост, хоть хуйней, надо какой-нибудь движ поддержать. Может, вот это. Вот. Всегда пожалуйста. Вот. И там, если надо какую-нибудь реакцию на какого-нибудь хуило снять, сказать, что он хуило, если он реально хуило, то я всегда за. Но вот эти, блядь, курицы, короче, блядь, вы должны сами же с ними бороться. Точно так же, как, например, ну, типа, еще раз, вот есть достойные представления. То есть не надо объединяться с жухами просто потому, что они, типа, за вас. Потому что ты себя этим только позоришь. Вот в чем дело. Все. Такие дела.